Всех приветствую! Появилась новая информация о мужчине, который покушался на Трампа. Пока я сейчас в приемной сижу, жду своей очереди, я вам быстренько эту информацию передам. Мужчину зовут Райан Русс. Как я и говорила вчера, белый американец, родился и вырос здесь. Изначально жил в штате Северная Каролина. На данном этапе ему 58 лет. Последние годы он жил на Гавайях и занимался там тем, что крыши клал. У него была своя компания, небольшая бригада, и вот они там успешно занимались этим бизнесом. У этого Райана никакого военного опыта нет вообще, от слова нисколько. По крайней мере, так говорит нам информация, которую нам передали по СМИ. Когда началась специальная военная операция, он немедленно поехал на Украину. Именно поехал. Его целью было воевать на стороне Украины. Но в армию его не взяли. Ему было на тот момент 56 лет. Еще раз скажу, что никакого военного опыта у него не было совсем. И украинские официальные лидеры заявили, что они к нему никакого отношения не имеют. И на тот момент те, к кому он обращался, сочли его... Они пользуются английским словом delusional. Delusional, ну, как я вчера и сказала, он умственно нестабильный человек. Это, в принципе, совершенно очевидно. На Украине он какое-то время пробыл, ну, не несколько дней, я так поняла, несколько недель. Там он дал несколько интервью частным каким-то корреспондентам. Показывают вот особенно одно интервью, где он сидит дома. Видно, что сзади занавеска какая-то. Это чей-то дом или чья-то квартира. И он там говорит о том, что обязательно всем во всем мире нужно немедленно все бросить и ехать защищать Украину. Именно такими словами. Drop everything. Drop everything – это все бросить. People all over the world. Всем людям вокруг мира нужно все бросить и немедленно ехать на Украину. Ну, вот вы теперь понимаете, почему они его назвали delusional. Какое-то время он там выступал в протестах вместе. Вот очень фотография ходит по сетям, где он держит за Азов. Он топил за Азов, за Мариуполь. Это как раз когда ситуация с Азов-Сталью была. Ну, в конце концов, он вернулся обратно в Америку, потому что совершенно очевидно, что на Украине он был никому не нужен. Что, кстати, весьма примечательно насчет его умственного состояния. Потому что, как мы хорошо знаем, мужчина, которого зовут Стив, который также притворяется женщиной, которую зовут Сара, который, кстати, из Лас-Вегаса, тоже умственно нестабильный, но он там на Украине, его приняли, он в форме бегал военной, с кем-то он там общается, его считают как-то официальным человеком. Насколько я понимаю, ему платят деньги. Вот его оставили. А вот этого Райан Русса не взяли вообще никак, ни под каким соусом. Никому он был там не нужен. То есть человек совершенно очевидно нестабильный. Он вернулся обратно в США, а здесь, тут немного непонятно. Он то за демократов топил, то за республиканцев, судя по его соцсетям. Соседи говорят, что Тихий был спокойный, приветливый, но в соцсетях принимал активное участие во всем, в основном, насчет войны на Украине. Вот что-то у него заклинило, переклинило у него в голове насчет Украины. Он, у него было оружие, кстати, у него были судебные приводы именно за незаконное владение оружием. И у него оказалось оружие, вот у него автомат оказался, автомат Калашников, из которого он и пытался стрелять в Трампа. А также он в какой-то момент выставили его пост в соцсетях, где он призывал севернокорейского президента Ким Джон Уна приехать на Гавайи. И он бы с ним переговорил, и все бы уладил. Ну, вы теперь поняли, в каком умственном состоянии находится человек. Это, кстати, на тему того, что мне писали в комментариях, что есть теории, что это все подстроила компания Трампа, вот эту стрельбу, для того, чтобы как-то его набрать ему, так сказать, популярности. Ну, нет, никак, вот никаким боком я так не считаю, потому что, честное слово, даже если бы они хотели это сделать, ну, нашли бы кого-то поприличней. Ну, вот так это вся информация, которая на сегодняшний день. Всем пока!